С утра у посольства Китая в Кыргызстане собрались граждане и представители разных общественных объединений. Примерно человек 100, если не больше, в надежде, что к ним выйдут представители дипкорпуса, продолжали настырно ожидать ответа. У митингующих были плакаты с требованиями. Активисты просят прекратить гонения в отношении представителей национальных меньшинств в Китае. Они просят также рассказать, по какой причине задержали этнических кыргызов, так как в интернет-пространстве нередко упоминается информация о задержании наших соотечественников казахов и уйгуров и об их пребывании в воспитательных трудовых лагерях. В Китае живут кыргызы, еще в Узбеке, казахи еще, уйгуры, дунгане. Слышали, что так ограничивают их действия и заключают их в какие-то лагеря. Вот это мы просили бы Народную Республику Китая, чтобы как-то это уладить. Иностранцы, проживающие незаконно в Кыргызстане, обязаны покинуть страну в течение месяца. Это еще одно требование собравшихся активистов. Более того, они просят изучить, насколько законно выдается наше гражданство иностранцам за последние 10 лет. Речь также идет о фиктивных браках, которые граждане заключают с иностранцами. Мы с утра требуем, чтобы к нам вышли представители посольства. Нас волнует очень много вопросов. Самый главный – о незаконном получении паспортов иностранцами. Открытым остается вопрос и о том, что многие наши девушки заключают фиктивные браки с иностранцами, для того, чтобы они могли спокойно жить у нас в стране и получать гражданство. Почему власти не берутся рассматривать все эти вопросы? Эрбол Арналеев не представляет общественные объединения, а, как отметил сам, является лишь патриотом своей страны. Днями ранее, когда активисты собирались на площади Аллато по этому же вопросу, они были задержаны районным подразделением милиции. С тех пор им звонят разные высокопоставленные чиновники, предлагают деньги и просят выступить в другом ракурсе. Но мы не намерены отступать, заключили собравшуюся. Три дня назад мы с активистами собрались возле памятника Чингиза Этматова. Нас было пять человек, но мы так и не смогли собрать подписи и довести начатое до конца. Нас задержали. Нам обидно, что молодые люди разъехались за границу и работают чернорабочими, в то время, когда здесь, на родной земле, рабочие места получают иностранные граждане. У нас даже дома культуры захватили китайцы. Здания цирка, филармонии. Посмотрите, они превратились в китайские заведения. Почему дают разрешение? Обстановка, в принципе, была спокойная, так как в оцеплении стояли милиционеры и следили за правопорядком. В итоге, к митингующему дипкорпуса никто так и не вышел. Напомним, накануне на пресс-конференции президент Сурумбай Джейнбеков сообщил, что сейчас ведутся переговоры по этническим кыргызам через дипломатические каналы. Он также призвал всех подходить осторожно к этому вопросу. Елизабет Балбакова, Алтон Кубанович Беков, Тунштук Кулебаев, Нью-ТВ.